Раскрыты предпочтения Головкина при выборе телепартнера. Российский боксер Мурат Гасиев рассказал в интервью о работе с тренером Абелем Санчесом. Андре Уорд прокомментировал бой украинца Василия Ломаченко с Пуэрториканца и МХС Педрасы. Тренер Головкина сделал прогноз на бой Канело Филдинг. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММИ и футбола, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Мексиканское издание Ласса с Дель Сигла сообщило некоторые подробности переговоров Геннадия Головкина с потенциальными телепартнерами. В настоящее время на подписание контракта с Трипл-Джи претендует телеканал ESPN, стриминговый сервис Дазн и телефраншиза Premier Boxing Champions, сотрудничающая с телесетями Fox и Showtime, возвращение казахстанца на ринг запланировано на конец апреля-начало мая. Головкин хочет третьего боя с Канело, потому что недоволен исходом сентябрьского ремача. И чтобы получить такую возможность, Трипл-Джи должен будет подписать контракт с Дазн, цифровой платформой, с которой Альварес заключил соглашение на 365 миллионов долларов за 11 поединков. Источник группы реформа информирует, что Геннадий заинтересован в сделке с Дазн, так как она обеспечит ему третий поединок с Канело. Однако в финансовом плане предложение Элла Хэймана и Showtime является намного более привлекательным. Геннадий хочет сразиться с Канело, потому что потерпел от него поражение. И по этой причине он готов пожертвовать деньгами ради встречи с мексиканцем, пишет ресурс. Российский боксер Мурат Гасиев рассказал в интервью о работе с тренером Абелем Санчесом. Во время боя с Усиком все эти фразы из вашего угла от Санчеса типа «Соберись, я тебя сейчас сниму», выглядели как-то несолидно, чтобы говорить их действующему чемпиону мира «У вас есть какие-то претензии к тренерскому штабу, к работе Абеля Санчеса?» Претензий нет. Тренер тоже человек, и где-то подается эмоциям, что было, то было, может, тренер совершил ошибки. Я совершил ошибки, надеюсь, в дальнейшем таких ошибок я не буду повторять. Есть такое устойчивое мнение, что Санчес хорошо тренирует физику. А как он в тактике? Тактику тоже, можно элементарно посмотреть мои бои до того, как я попал в Америку к Санчесу. И до этого, кто бы что ни говорил, лично я чувствую прогресс во многом. Я сделал большой шаг. И в тактике, и в физической подготовке я считаю его лучшим тренером в мире для меня. Напомним, Мурат Гасиев тренируется в лагере BigBR штат Калифорния, США под руководством Абеля Санчеса, чьим главным клиентом является казахстанец Геннадий Головкин. Андрей Уорд прокомментировал бой украинца Василия Ломаченко с поэрториканцем Хосе Педрасы. Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей. И объединил титулы в легком весе к своему поясу WBA Super он добавил WBO. Думаю, Ломаченко показал свое лучшее выступление. Хотя он был не таким резким, как всегда, но он показал все лучшее, что мог. Отличную форму. У меня тоже были проблемы с плечом. Я был вне ринга 5-6 месяцев, когда вернулся, то понял, что не могу нормально выбрасывать удар. У Ломаченко было что-то похожее до 11-го раунда. На протяжении 12 месяцев после операции на плече ты себя чувствуешь не совсем комфортно, пока не начнешь привыкать нормально выбрасывать удар. Но в 11-м раунде Ломаченко показал нам, кем он является, заявил Уорд. Тренер Головкина сделал прогноз на бой Канело Филдинг. Абель Санчес поделился мнением о предстоящем поединке Альвареса с британцем Рокки Филдингом. Рокки Филдинг не такой хороший боец, как Колумб Смит, который выигрывал всемирную боксерскую суперсерию, это будет тяжелый бой для него. Канело исключительный боец. Он подойдет к этому бою с дополнительным весом, я надеюсь, он даст фанатам такой бой, которым они будут наслаждаться. Особенно, учитывая, что это его первый бой по новому контракту, сказал Санчес.